Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынков от компании Тикмилов, семья Артур и Диатурин. Инфляция в еврозоне с байлоборота до 1% в августе сообщила статистическое бюро в пятницу. В предварительном отчете в июле широкий индекс в отрицательских цен вырос на 1% в видовом выражении, однако с учетом падения рыночных инфляционных ожиданий из-за ралли бандо, это смещает баланс рисков в сторону дефляции, что требует проведения контрмер, таких как количественное смягчение, то есть скупка облигаций и снижение ставки по депозитам. Базовая инфляция, которая исключает продукты питания и топливо осталось на уровне на целых 90% в соответствии с ожиданиями, темпы потребительской инфляции упали до минимального значения с ноября 2016 года, спадила нет, а многие годы беспрецедентного монетарного стимулирования. Совет управляющих ЕЦВ вредит встречу 12 сентября, на который, как ожидается, примет решение снизить депозитную ставку, вероятно, до минус 0,6% и возобновить количественное смягчение объемом 40 млрд евро ежемесячно. Неопределенность торговых войн в плане возможных тарифов на европейские товары и замедление экономик главных торговых партнеров, то есть США и Китая, а также переход производственного сектора Германии в рецессию, с одной стороны, оправдывает возобновление количественного смягчения, Тем не менее, традиционные ястребы в комитете, такие как Ваутов, Шлайгер, Вайдман и Кнот, высказали за сохранение экстренных мер на случай только конкретных признаков, появления конкретных признаков рецессии, действовать в ответ на рост неопределенности в отсутствии серьезных рисков дефляции, по мнению данных чиновников, неуместно. Нужно заметить, что лидирующие экономические индикаторы, это деловой климат и доверие потребителей, неожиданно укрепились в августе, что как бы добавляет силы доводам чиновников, которые настроены ястребитно в политике. Однако пара евро-доллар не придала большое значение их критике, продолжив снижаться на ожиданиях смягчения в политике курса ЕЦБ, и также не придала значения и индексам ожиданий. Проблема ЕЦБ сейчас в том, что инфляция хронически отстает от целевого значения с 2013 года, несмотря на длительный экономический подъем, который генерировал 10 миллионов новых рабочих мест. Данная экспансия должна была теоретически ускорить инфляцию до приемлемого уровня, но этому препятствовал ряд факторов, таких как скрытая слабость рынка труда, в том числе сложности, допустим, в увольнении работников, что демотивирует работодателей нанимать новых работников. Также другим препятствующим фактором стал растущая доля услуг в экономике еврозоне, снижение производительности и старение населения. Дополнительной трудностью стал рост экономических вызовов из-за рубежа, таких как торговая война, Brexit, замедление китайской экономики, против чего, конечно же, монетарная политика неэффективна. Рынок сейчас сходится во мнении, что максимальная эффективность, максимум, что можно получить от количественного смягчения, это поддержание позитивных потребительских и корпоративных настроений, а также продление мягких условий финансирования. Но точно не значительный импульс в инфляции или общий экономический импульс. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник.